Добрый день, мои дорогие! Всех приветствую на канале Юрия и Лариса Иванова Live! Сегодня мы готовим торт из кабачка. Я его готовлю, ну как и все, каждое лето. У каждого есть свой рецепт. У меня тоже очень много вариаций с этими кабачками. Сегодня я буду самый-самый простой тортик готовить, и он у меня даже будет без начинки. Сейчас мне нужно почистить, я помыла кабачки, теперь мне их нужно очистить, убрать семена и будем приступать к следующему действию. Кабачки очистила, теперь буду удалять серединку. Серединку я тоже очистила, у меня получилось чистого веса 860 грамм. Это я и буду тереть. Почему мне нравится готовить кабачковый торт? Он, во-первых, прост в приготовлении, а во-вторых, он очень бюджетный по затратам. Поэтому он присутствует на нашем столе. Сейчас я буду кабачок натирать. Я потерла кабачки. Я хочу вам сказать, что эти кабачки у меня уже лежат 2 недели. Поэтому, смотрите, я их потерла, и видите, здесь совсем нет в них сока. Я понимаю, что я их не солила. Если их подсолить, конечно, у них будет очень много сока. Но не столько, сколько обычно в кабачках, которые сорвешь сразу. Я теперь добавляю сюда укроп, у меня замороженный. Ну, выберите свежий. Сюда же к кабачкам я тру плавленые сырочки. У меня их 3 штуки. Добавляю в тесто сушеный чеснок и соль. А вы специи добавляйте по вкусу. И соль тоже по вкусу. Теперь же сюда же 3 яйца. И промешиваю. Здесь у меня вот в тарелке 1 стакан муки. Я сейчас ровно половину высыпаю и промешиваю. И следующую половинку. Муку регулируйте сами, сколько вам нужно будет. Вот такая консистенция теста у меня получилась. Я выдавила 4 зубчика чеснока. И теперь сюда добавляю майонез. Это у меня заправка такая будет. И сейчас сюда же добавлю укроп. И сразу горяченькими я их смазываю. В мире ничего идеального нет. И если у вас рвутся вот такие коржики, ничего страшного. Все скушается. А если у кого не будет получаться и сниматься с сольным блином, можно как оладушки испечь и также собрать этот торт. Сковороду я сбрызгиваю вот таким вот маслом. Можно обычным маслом сбрызнуть, помазать. 4-5 ложек раскладываю. Жарю с каждой стороны на умеренном огне по 4-5 минут. Последний корж готов. Сейчас я его буду тоже смазывать майонезом. И можно будет украсить по вашему желанию. Торт из кабачка готов. Украсила я его очень-очень просто помидорками и петрушкой. По своему желанию вы можете украсить, как хотите. От него идет ароматнейший запах. Прям уже так и просится, чтобы его попробовали. Осталось приготовить мясо. И можно подать его на гарнир. Или просто так тортик покушать. Я как всегда прощаюсь с вами. Всем желаю крепкого здоровья, хорошего настроения. Всего самого наилучшего. И увидимся в следующих роликах. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Вам не трудно, а нам приятно. Всем пока-пока. Увидимся. Пробуем тортик, который у нас Лариса сделала на унышке на день рождения, по секрету скажу. Все очень вкусно. Просто обалденно.